Всем привет! С вами я Роман и это наш юбилейный 180 выпуск мире моделизма. Сегодня будет последнее видео связанное с самолетами Supermarine Spitfire. Более обзоров именно в рубрике в мире моделизма у нас не будет. Максимум где будут встречаться теперь Spitfire либо в обычных обзорах, либо может быть будет сборка Spitfire в 48-м. Итак, сегодня у меня на обзоре будет целых восемь моделей Spitfire. Четыре из них это наборы от фирмы AZ Model, очень хорошие наборы. Одна модель от фирмы KP, это по-моему перепаковка AZ Model, не знаю, не буду утверждать. Также Spitfire МК-5 от Airfix и еще два тоже от Airfix, МК-22 и вот этот вот проект 19. Про этот самолет рассказывать я вам ничего не буду, все что надо я думаю вы можете прочитать в интернете либо посмотреть предыдущий 170 выпуск, где я рассказывал про Spitfire, но там очень мало. Про этот самолет нужно рассказывать вообще бесконечно. Всего в моей коллекции после этого получится где-то 13 Spitfire разных модификаций и наверное может быть когда-нибудь все-таки созрею и соберу какой-нибудь Spitfire наподобие того который захватили немцы и поставили туда двигатель Daimler Benz 603. Но это будет не скоро, я так думаю. Сейчас мне пока хватает вот этого всего для того чтобы это собирать. Итак, сейчас будет коротенькая пауза и я вам в практически не в алфавитном порядке, но по номерам модификаций покажу все что есть в моей коллекции. Начнем наверное с моделей от фирмы AZ-Modal. Итак, ждите, не отключайтесь. Итак, все-таки немножко соврал, начнем мы не с моделей от AZ, а с моделей от КП. Это у нас Spitfire MK1B от фирмы КП Модал. Ну, что мы здесь видим? Вот такая вот обычная стандартная коробочка. Кстати, эта модель одна из самых доступных. У нее цена там по-моему что в районе или 700 рублей или что-то такое. Ну, в общем, не сильно она дорогая. Видим вот такой приятный бокс-арт. С этой стороны у нас здесь указан уровень сложности. Это модель второго уровня. Так, с этой стороны у нас нарисован боковичок с одним из Spitfire. Ну, и снизу мы видим схему окраски и нанесения декалей на два варианта с первого Spitfire. Один вот такой вот вариант с одним крылом, крашенным в черный цвет, ну, а другой вот обычный стандартный. Итак, откроем коробочку, глянем, что у нас внутри. Так, ну, инструкция. Здесь видим, одна часть инструкции описания идет на чешском языке, а вторая на английском. Тут мы видим описание самолета, технические характеристики. Также вот здесь вот есть условные обозначения. Так, здесь, по-моему, указано, какие они еще модификации Spitfire выпускают. Не знаю или что это. В общем, короче, какие-то модификации перечислены. Честно, я в этом, ну, по-чешски не понимаю. Так, сама вот такая вот схема сборки. Здесь у нас, видимо, такая вот маленькая схема расположения деталей на литниках. Вот. Схема сборки абсолютно в таком же стиле выполненная, как и у моделей от фирмы AZ Model. То есть даже свою схему они не напечатали. Вот. Ну и в конце вот одна из, грубо говоря, схем окраски и нанесения декалей. И так же видим, вот привязка идет к краскам фирмы Hembrell и Agama. Ну, с Agama я, честно, даже не сталкиваюсь. Даже никогда в жизни не видел баночек с этой краской. Так. Далее декаль. Ну, декаль здесь шикарная, как всегда. Вот такая вот. Отличная дека. И отдельная вот такая вот маленькая декаль с техничкой. Вот. Вот эта вот дека вообще прям в тему. Так. Далее нас ждет вот такое вот остекление. Оно довольно тоненькое, очень прозрачное. В общем, фонарь. Выполнен очень хорошо. Даже с пакета доставать не буду. Я думаю, тут и так видно, что шикарно выполнено. Так. В конце ролика, как обычно, по традиции, выложу фотки летников. Итак, переходим к летникам самой модели, а конкретно к крыльям. Гляньте, насколько хорошо и качественно выполнено. Вся расшивка четенькая, глубокая. Присутствует вся клепка. Проработка на довольно приличном уровне. Тут видим три варианта воздушных винтов. Один из вариантов воздухозаборника тропического. Ну и куча-куча всего. Хвостовое оперение вот есть. С обратной стороны, вот мы видим, что здесь есть и кое. Какая проработка внутренностей. Опять же, каких-то дефектов литья я здесь не вижу. Следов толкателей на видимых местах тоже. Понятное дело, что какие-то детали придется немножечко подшкуривать перед тем, как приклеивать. Ну, что вы хотите. Это чешская ЛНД. Также вот видим по вот этой вот фиговине, что присутствует проработка внутрянки. Вот кресло пилота очень неплохое. Кстати, гляньте, как оно хорошо проработано. Шикарно. Реально шикарно. Так, переходим ко второму литничку. У нас здесь половинки фюзеляжа. Вот, видим, как они хорошо сделаны. Также вот тут видим, у нас присутствует топливный бак снизу, который подвешивался. Потом вот такие вот задние стабилизаторы. Два вида колес. Три вида винтов. Три разных кока винта. Два вида патрубков. Гляньте, насколько шикарно выполнена приборка. Блин, это вот с такой вот проработкой, честно, не нужна смола в эту модель. Она будет просто лишней. Вот, крепление кресла пилота. Да, фюзеляж. И гляньте, насколько хорошо проработаны внутренности. Это просто шикарная модель. Наверное, вот эта вот модель может потягаться с Томией. Но, учитывая то, что у Томии почти идеальная стыкуемость, наверное, только в этом плане Томия будет лучше. По цене эта модель Томию уделывает. Ну, что могу сказать. Это просто реально шикарный набор. Это очень хороший набор. Я думаю, в ближайшее время я эту модель буду собирать. И что-то я уверен, что она меня не разочарует. Сейчас будет коротенькая пауза. И я покажу вам следующие спидфайры. Но на этот раз уже от AZ Model. Так что ждите, не отключайтесь. Итак, переходим к спидфайру МК-5. МК-5Б от AZ Model. Видим, он в советском варианте. Здесь у нас, видим, на фоне пролетает Focke-Wulf 189. Вот. Так, с обратной стороны у нас здесь присутствует схема окраски. На несколько вариантов. Точнее, на четыре. И все эти варианты советские. То есть, можно сделать четыре советских варианта. Причем, они вроде как все идут с исторической привязкой. С какой-то. Ну, сбоку мы видим два боковичка. На эти спидфайры. И все. Кстати, остался даже ценник. Видим, модель стоит в районе 900 рублей. Вот. Понятное дело, что это цена по курсу 60. Вот сейчас эта модель, наверное, стоит около тысячи. Но все равно она стоит своих денег. Уж поверьте. И сейчас я вам это все покажу. Итак, инструкция. Ну, тут мы видим описание самолета на английском языке. Схема расположения деталей на летниках. Вот. Видим, что здесь могут быть смоляные детали. Также вот видим, что здесь присутствует фотоотравление. Также вот такая вот цветовая схема с привязкой к краскам Хэмбрилл. И условные обозначения, которые будут использованы на инструкции. Так. Ну, вот здесь мы видим схему абсолютно идентичную той, что была в модели от КП Модел. Вот. Ну и в конце тут у нас схема нанесения технических надписей на модель самолета. Также видим, что инструкция дается для всех модификаций МК-5, которые... А, даже смотрите, вот у нас для МК-1, МК-2 и МК-5. То есть для всех модификаций идет эта инструкция. Просто здесь разные детали подписаны под разными номерами, чтобы мы знали, для какой модификации какая деталь подходит. В общем, короче, не сильно грамотно это сделано. Да, не сэкономили бумагу на печати инструкции, но все-таки это немножечко не то. Хотелось бы, чтобы в каждой модели была отдельная инструкция. Итак. Вот такая вот шикарная дека со звездами на советский вариант Spitfire. Ну и вот такая вот абсолютно идентичная модель от КП. Декалька с техническими надписями. Так. Далее. Переходим к более интересному. Так. Фототравление. Ну, видим, как оно у нас выглядит. Так. Никаких смоляных деталей здесь в наборе нет. Ну и хорошо. И у нас тут в наборе идет два варианта фонарей. Точнее их два штуки. Чем они между собой отличаются, честно, особо сказать не могу. Наверное, только тем, что на этом вот передняя часть более чуть выпуклая. Короче. Не сильно много отличить. Так. Самое сладкое. Пластик. Ну, тут мы видим, как все сделано и проработано. Опять же, настолько же идеальная приборка. Ну, все то же самое, только здесь мы видим, вот уже присутствует облой. То есть, видимо, модель от КП, она или позже появилась, или просто пресс-форма чуть лучше эксплуатируется. Ну, здесь мы видим немножечко другой пластик и немножечко по-другому все выполнено. По проработке здесь все так же шикарно. Вот, опять же, видим аккуратненькие провисы полотна на рулевых плоскостях. Так. Следующий литник с крыльями. Здесь все так же шикарно. Вот. Все так же хорошо выполнено. В общем, нареканий к нему нет. Так же видим, вот такая эмблемка The Model. Что можно сказать? Отличный набор МК-5. Чуть дальше вы увидите МК-5 от фирмы Airfix. И Airfix, наверное, будет все-таки лучше по стыкуемости. Ну, здесь по проработке, конечно, АЗ его уделывает. При том, что цена наборов одинаковая. Вот. Сейчас будет коротенькая пауза. Я покажу вам следующие наборы от фирмы АЗ Model. Так что ждите, не отключайтесь. Итак, следующий набор от фирмы АЗ Model. Это вот такой вот бомж-пакетный набор. Здесь мы получаем три модели по цене двух. Вот. При том, что у нас в этом наборе отсутствует декаль, фототравление. Ну, короче, много других плюшек, которые ложит обычно фирма АЗ Model. Видим три набора в одной коробке. Итак. Тут мы видим вот такой вот боковичок серый. С обратной стороны еще один такой же боковичок. И сзади мы видим три варианта, которые мы можем собрать из этих трех моделей. То есть здесь у нас МК-9С, МК-9Е и МК-16Е. Кстати, МК-9 легко переделывается, ранний МК-9 легко переделывается в МК-8 путем того, что мы вот здесь вот вырезаем нишу шасси и ставим стойку под убирающиеся шасси. Так. Откроем коробочку. Посмотрим, что же нас ждет внутрях. У нас здесь гора пластика. И две инструкции. Одна на МК-9. Ну, тут описывать бесполезно. Я думаю, сами все видите. Опять же, она универсальная. Вот хотим собрать МК-9С. У нас вот такие штучки надо приклеить, МК-9Е, другие штучки. Все абсолютно такое же. Ну, вот опять же, схема нанесения технических надписей, которых в наборе здесь нет. Так, инструкция на МК-16Е. По сути, это тот же самый МК-9, только без гаргрота и с каплевидным фонаром. Ну, видим вот такая вот, опять же, схема расположения деталей на летниках. Видим, добавился один лишний литник. Немножко другая прозрачная деталь. Ну и далее, я думаю, вы все сами видите. Опять же, технических надписей у нас ни одной нету. Кстати, МК-16 я не буду собирать, так как у меня МК-16 в 48-м масштабе. Собран еще в 2014 году. Вот. Фирма ICM. Так, пластик. Ну, я не буду показывать абсолютно весь пластик. Я покажу только то, что имеет между собой отличия, хоть какие-то. Так, ну, это у нас под модификацию МК-16. Вот так вот выполнено. Классно и шикарно. Так, далее у нас идет три, вот видим, абсолютно идентичных литника с деталями на МК-9. Тут мы видим тоже все очень хорошо проработано, выполнено. Все с такой же шикарной проработкой. Модель отличная. Видите, насколько шикардосная здесь приборка. Блин, мне приборка здесь прямо очень нравится. Она идеальна. Она почти идеальна. Если все это еще и хорошо стыкуется, это, наверное, будет в моем рейтинге. Одна из лучших моделей, которым не доводилось держать в руках. Так, следующий у нас литник. Тут мы видим нижнее крыло. Опять же, видим, насколько отлично оно поработано. Каждый лючок, каждая заклепочка присутствует. Также два вида хвостовых стабилизаторов. Тут они отличаются между собой. Видим только одним вот этим лючком по расшивке. В остальном идентичные. В общем, вот такие вот деталюхи. Так, здесь у нас две части прозрачных на МК-16. И две части прозрачных на МК-9. Так, сейчас будет коротенькая пауза. Я вам покажу следующие модели. Итак, следующая модель от АЗ. Это Спермарин Спитфайр МК-9 УТИ. Советский вариант учебно-тренировочного Спитфайра. Доподлинно известно, что один такой самолет был в Красной Армии. Опять же, был он переделан по месту или его поставили по Ленд-Лизу, неизвестно. Но вот именно в такой компоновочной схеме, именно вот с таким фонарем Спитфайр и МК-9, были на вооружении у англичан, были на вооружении у американцев, и даже, по-моему, в арабо-израильской какой-то войне не успели поучаствовать, как бы ни в одной из первых. Видим вот такой бокс-арт. Вот, кстати, единственная фотография, сохранившаяся на МК-9, указывает, что самолет был полностью монотонный. Он был либо вот такой вот серо-голубой, либо зеленый, что-то из двух. Но он был монотонный, он был без камуфляжа. Так, ну, здесь ничего полезного. Вот один боковичок как раз на вот этот полностью зеленый вариант. Вот я, наверное, его и буду делать. Ну, а с обратной стороны мы видим 4 варианта окраски и нанесения декалей. Привязка к краскам фирмы Хэмброл. Ну, и тут мы видим вообще вот такой вот дичайший вариант Дусаповского Спитфайра. Ну, в принципе, может быть, он и мог быть. Я, честно говоря, не знаю. Было бы, конечно, интересно сделать вот такой вариант. Ну, я думаю, знатоки авиации меня просто проклянут, если я его действительно склею. Так, открываем коробочку. И тут у нас картина следующая. Так, декаль вот такая вот. Видим. Так, декаль с техничкой здесь отсутствует. Вот такая вот схема сборки стандартная для АЗ. Большая схема расположения деталей на литниках. И вот такая далее погнала сборочка. Ну, и в конце тоже видим сборка. Ну, как мы видим, отсутствует здесь какая-либо маркировка на техничку. То есть, производитель ее и не предусматривал. Так, достаем пластик. По пластику у нас вот такой вот фонарь. Вот, видим, как он у нас выглядит. На нем видим еле-еле заметен переплет. Сейчас его даже достану из этого. Здесь они что-то с переплетом накосячили. Смотрите, о чем я говорю. Видите, переплет вот здесь вот-вот он. Он еле заметный. Еще очень тяжело будет замаскировать этот фонарь перед покраской. Так. Ну, здесь у нас литники абсолютно идентичные предыдущему МК-9. Вот. Можете посмотреть. Абсолютно такие же. Все такое же. Вот. Вот эти половинки фюзеляжа использоваться не будут. У этой модели, к сожалению или к счастью. Так. Отличается только вот этим литничком. Под двухместный вариант. Видим, как оно сделано. Опять же, шикардоснейшая приборка. Хорошо проработанные сиденья. Штурвал. Отлично выполненный. В общем, все как обычно. Так. Сейчас будет пауза. Я покажу вам еще один Spitfire от АЗ. Последний Spitfire от АЗ модул в моей коллекции. Это вот такой вот Spitfire TR-9. То есть, это модификация типа МК-9. Двухместная, учебно-тренировочная. Но уже с вот таким фонарем. Итак, что мы видим? Ну, коробочка с таким бокс-артом. Так. Здесь что-то написано. С этой стороны реклама другой продукции фирмы АЗ. Вот он, кстати, был и TR-8 оказывается. Чуть с другим хвостом, походу, он был. Нет. Хвост такой же. Отличался только задним колесом. Ну и вот такая вот хренатень. Так. Ну и с обратной стороны у нас схема раскраски и нанесения декалей. Декали на три варианта. Вот. Это и ирландские ВВС, и нидерландские ВВС. Вот. Ну и вот такая вот какая-то совсем уж гражданская версия. Так. Откроем коробочку. Посмотрим, что же внутри. Ну опять такая вот инструкция. Видим, опять же, унифицированные с МК-9 летники. Вот. Все примерно такое же. Декаль пока уберем. Такая вот схема сборки. Так. Ну и в принципе. Ну конечно интересно стало. Вот. И в конце у нас дается, что здесь должна быть какая-то техничка. Но ее в модели, к сожалению, нет. Нет и не было. Так. Вот такая вот декаль у нас здесь. Ну опять же, техничка кое-какая здесь присутствует. Ну основная техничка на модели отсутствует. Вообще. Так. Сам пластик у нас здесь. Так. Наверное, я весь пластик даже показывать не буду. Он абсолютно идентичный предыдущему. Один фонарь вот такой вот, который идентичен. МК-5. МК-1, МК-8, МК-9. Вот такой вот. И один вот такой вот горбатый фонарь. Специально под вот эту модификацию. Так. По пластику. Тут. Опять же, все абсолютно такое же. Кроме вот этого одного литничка. Ну тут у нас. Видим, как все выглядит. Приборочка тут дается немножечко другая. Блин, камера не фокусируется. Ну в общем. В общем, все сделано очень хорошо. Так. Сейчас я устрою маленькую паузу. И дальше покажу вам модели от фирмы Airfix. Так что ждите, не отключайтесь. Итак. Начнем с МК-5 от фирмы Airfix. Так. Все тот же 72 масштаб. Вот такой вот бокс-арт. Видим, здесь у нас дается два варианта на МК-5. МК-5А. Тут мы видим рендеры модели самой. Кстати, у Airfix есть МК-5Б, но там отливки 70-х годов. То есть, ну, пресс-форма 70-х годов. Отливки, понятное дело, с той пресс-формы сделано. В общем, печальное зрелище. Тут у нас дается краткая вот историческая справка на английском языке. Вот тут описана историческая привязка. Ну, 46 деталей. Ну, и размеры модели 127 на 155 миллиметров. Так. Откроем, глянем, что же у нас внутри. Так. Инструкция. С кратким описанием самолета на нескольких языках. Русский среди них отсутствует. Далее у нас здесь вот такие вот условные обозначения даются. Тут описаны меры предосторожности. Ну, и погнала вот такая вот схема сборки. Так. Ну, и такая вот цветная схема окраски и нанесения декалей. На наш МК-5А. Кстати, МК-5А, он там почти идентичен МК-1, позднему. Только там чуть вооружением отличался. Ну, соответственно, может чуть другие где-то наплывы на крыле. Так. Декаль. Вот такая вот дека. Видим, здесь она изобилует техничкой. Декаль, в общем, хорошая. Так. Остекление. Ну, остекление я, наверное, сейчас прямо при вас и вскрою. Чтобы на него взглянуть. Ну, видим, тут у нас в наборе идет два варианта фонаря. Один стандартный спидвайровский дутый. Второй вот такой вот плоский. Вот этот плоский в наборе в этом не используется. А я расскажу в чем прикол. А прикол в том, что вот такой фонарь Airfix сделал унифицированный для МК-5, МК-1 и МК-1А. МК-1, кто не знает, это был как раз таким гладким плоским фонарем. И двухлопастным винтом. И пластик у модели с двухлопастным винтом и вот этой абсолютно идентичный. Только у МК-1 обычного, который выпускает Airfix, он отличается тем, что отсутствует один вот этот летничок. Кстати, МК-1 у Airfix классный, но, к сожалению, приобрести его у меня не получилось. Я приобрел модель от Tamiya. Итак, ну что мы видим? Первый летник, тут у нас половинки фюзеляжа. Расшивка довольно широкая, но очень глубокая. Хорошая расшивка, ничего не скажу. Конечно, не сильно подробная. Много где отсутствуют заклепки, где они должны быть. Но в остальном, в принципе, все более-менее сносно. Видим, вот тут кое-какие элементы, связанные с внутрянкой. Да, конечно, по проработке это не AZ-модел. Но я уверен, собираться будет гораздо лучше. По цене с AZ-модел они примерно одинаковые. Также вот видим у нас на пневматиках низа продавленные. То есть это имитация колеса под нагрузкой. Ну, видим стойки шасси отлитые вместе со створками. На приборке тут вообще ничего нет. Приборка отсутствует. Ну, и вот здесь у нас видим некая проработка внутренностей. В принципе, качество для своей цены неплохое. А зная собираемость нового Airfix'а, тут, я думаю, все идеально. Итак, следующий летник у нас здесь верхняя и нижняя части крыла. Хвостовое оперение. Руль высоты. Видим, он идет с провисами полотна. Здесь на задних стабилизаторах тоже провисы полотна. Видим, снизу у нас куча лючков. Огромное количество. Но, правда, есть один недостаток. Клепка отсутствует совсем. Хотя на реальном самолете ее очень много. Только вот здесь, в коей-дейке, присутствует клепка. И то она наружнее. Я не знаю, так и должно быть. Или это просто провтыкали. Ну, в общем, выглядит это примерно вот так. Также видим, вот есть проработка ниш шасси. Ну, в остальном, в принципе, неплохо. Так, ну и последний летник. Здесь вот такой вот маленький летник. С которого мы можем собрать, вот, МК-5. Либо МК-1, самый ранний. Ну, и выхлопные патрубки под него. Из вот этого всего, что дается, то есть выбрасываем вот этот летник. Оставляем только вот это. Из вот этого мы можем собрать только МК-1А. А вот все отличия идут на этом летнике. Ну, видим, как выполнен. Кстати, вот этот вот, по-моему, воздушный винт, если мне память не изменяет, он, это чуть-чуть переделанный воздушный винт от Гостера-Гладиатора. Я, конечно, могу ошибаться. Если ошибаюсь, конечно, поправьте меня в комментариях обязательно. Так, сейчас маленькая пауза. И я покажу вам следующую модель Spitfire. Так, следующий у нас Spitfire Prix. Так, видим, у нас здесь дается два варианта окраса. На шведские варианты, на английский. Такой вот приятный бокс-арт. Модель, кстати, вышла довольно давно, по-моему, в 2010 году. В общем, уже многим моделистам она известна. Так, здесь мы видим небольшую историческую справку об этом самолете. Также вот видим два варианта с исторической привязкой. Кстати, все на середину 50-х. И здесь у нас идет, вот указано, 44 детали. И размеры 138 на 156 миллиметров. Так, откроем коробочку. Сразу у нас тут такая вот отдельная схема окраски и нанесения декалей. Опять же, привязка к краскам фирмы Hembral. По сути, вот этот вот Прикс, это тот же самый МК-14, только добавлено вот эта вот фотокамера или что там стояло. Бум, фотокамера. Честно, в тех части этого самолета не силен, поэтому сказать не могу. Так, декаль. Ну, декаль у нас вот такая вот. Видим, техничка на ней отсутствует. Так, далее нас встречает схема сборки. Ну, тут у нас идет историческая справка. Описание самолета на нескольких языках русского среди них нет. Так, далее вот такие вот условные обозначения. Меры предосторожности описаны. Ну, и вот такая вот, чуть более убогая, чем на предыдущих спидфайерах. Схема сборки. Видим, как все выполнено. Схема а-ля 50-е. Наверное, как и то время, когда этот самолет еще летал. Ну, в общем, как-то так. Так. По самому пластику тут говорить нечего. Я думаю, прекрасно все сами видите. Остекление прозрачное, хорошее. А вот, касательно всего остального, тут абсолютно другие литники. Вот, это чуть более старая модель, чем спидфайер, который я вам показывал буквально за пару минут до этого. Причем, по членению на литниках, такое ощущение, что просто фирма Airfix решила перешить старую модель. Вот и все. Ну, может где-то добавить проработку. Итак, ну, что мы видим? Вот такой вот крой на этой модели. И есть некоторые намеки на проработку внутренностей. В остальном все выглядит довольно бедненько. Так, еще один литник с нижней частью крыла. Ну, судя по расшивке, тут складывается впечатление, что эту модель краили либо ломом, либо стаместкой. Не знаю, чем-то таким. В общем, расшивка широченная. Так, верхние части крыла. Ну, тут мы видим, крой кроме того, что вот такой вот чуть убогенький, он еще и дико бедный. Ну, вот, мне кажется, тут всего должно быть побольше. Хоть этот самолет и не нес оружие, но мне кажется, все равно побольше должно быть лючков и прочего. Но, опять же, я не волоку в технической части касательно этого самолета, поэтому не могу пока так серьезно судить. Так, еще один литник. У нас здесь, видим, куча всякой мелочевки. Два варианта колес дается. Видно, один наприк, второй на МК-14. Также вот этот вот кок петилопастного винта. Ну, и все прочее. Так, и последний литник. Тут у нас, видим, хвостовое оперение, воздушный винт, пилот вот даже есть. Выхлопные патрубки и прочее. Как-то так. Сейчас будет коротенькая пауза. Я покажу вам последний Spitfire, который есть в моей коллекции от фирмы Airfix. Так что ждите, не отключайте. Итак, переходим к заключительной части нашего видео. Последний Spitfire, который есть в коллекции у меня, это вот такой вот Spitfire MK-22. Это, по сути, тот же самый МК-14, только без гаргрота. Ну, видим тут, опять же, приятненький бокс-арт. Сразу показаны два варианта окраски этого самолета. С этой стороны историческая справка небольшая. Кто знает английский язык, можете почитать. Так, с этой стороны, опять же, историческая справка. Размеры модели 14 сантиметров на 15,5 сантиметра 49 деталей. Ну и вот такая вот историческая привязка. Опять же, конец 40-х, начало 50-х. То есть, это самолет, который уже летал после Второй мировой войны. Так, остекление, ну, как обычного Airfix, в принципе, неплохое. Я бы даже сказал, пойдет. Так, инструкция. Ну, стандартная Airfix-овская инструкция. Все то же самое. Видим. И вот такая вот схема сборки. Ну, чуть уже более адекватно сделанная. Чем на предыдущем МК-5. В чем, кстати, разница между двумя вот этими каплевидными фонарями, я что-то так и не понял. Не нашел я между ними различий. Так. И здесь у нас один из вариантов окраски и нанесения декали. Видим, он отпечатан в цвете. И второй вариант. Так. Двигаемся дальше. Декаль. А вот декаль здесь шикарная. Большая. Красивая. И на ней даже вот есть техничка. Видим, как это все выглядит. Выглядит отлично. Так. Сам пластик. Еще раз напоминаю, в конце ролика я обязательно вставлю фотографии литников, чтобы вы могли поближе оценить все эти модели, которые в этом ролике показывал. Итак, первый литник. У нас здесь видим воздушный винт, половинка фюзеляжа. Тут крой, конечно, поприятнее, чем на Приксе. Вот. Также видим некоторые элементы внутренностей. Ну, видим, внутрянка однозначно лучше проработана. Хотя вот присутствуют следы от толкателей. Не знаю, будет их видно, не будет. Один из следов толкателей. Вот у нас на кресле пилота. Также вот воздушный винт. Видим, довольно неплохо выполнен. Так. Еще один литник со второй половиной фюзеляжа. Вот. Здесь у нас куча мелочевки. Кое-что из внутренностей. Есть. Довольно неплохо выполнены стойки шасси. Створки шасси видим, как выполнены. Тоже хорошо. Вот. Здесь мы видим, что стойка и створка даются отдельными деталями. Также вот видим, здесь есть проработка и все прочее. Ну, хорошо сделано. Так. Ну и последний литник. Здесь у нас верхняя и нижняя часть крыла. И вот здесь все уже поинтереснее, чем в предыдущих моделях RFX. Если хорошо присмотреться, то здесь даже кое-где присутствует клепка. Чего на предыдущих моделях RFX замечено не было. Причем даже разноразмерная клепка. То есть она не вся одинаковая. Какая-то мельче, какая-то крупнее, что в принципе очень хорошо. Ну и вот такая вот проработка ниш шасси. Неплохо выполненная. Что могу под завершение вам сказать. Все эти модели, которые я показал в этом видео, они идут примерно в одном ценовом сегменте. Сказать, какая из них лучше, какая хуже, невозможно. Они все по-своему хороши. Некоторые безальтернативные. Некоторые, наоборот, скажем так, альтернативу имеют. Но они безальтернативны по своей проработке. Как, допустим, тот же самый МК-1 от КП. Там проработка, вы видели, она шикарнейшая. Жалко, мне не получилось на обзор заполучить хоть каким-нибудь образом. Купить, либо взять у кого-то хотя бы на съемок обзора. Модели от фирмы Академия, от фирмы Хобби Босс, Ревел и Талери. Там тоже интересные спидфайеры. Может быть, когда-нибудь я, конечно, и возьму их у кого-нибудь на обзор. Но это будет, скорее всего, не скоро. И я, скорее всего, эти модели буду выкладывать в обычном обзоре. То есть, не в рубрике в мире моделизма. Спасибо, что смотрели этот 180-й юбилейный выпуск в мире моделизма. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки под видео. Вступайте в группу ВКонтакте. Все необходимые ссылочки я оставлю внизу в описании. Всем удачи. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok